Псков 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 В группе 2000 первым расположился пилот команды «Ладо Спорт Роснефть» Евгений Суховенко и его штурман Юрий Куликов. Чуть больше трех секунд проигрывает лидеру Денис Растилов на «Пежо-208» и замыкает руку экипаж Степана Кондрашова на «Хонда Сивик». Мы в своем классе едем сейчас первые. Боремся мы в основном с товарищем, который стоит рядом с нами, с Дмитрием Вороновым. У нас после первой секции 1,9 секунды, поэтому основная борьба предстоит с ним, наверное. Ну, плюс сзади есть ребята быстрые, такие, как Денис Растилов. Поэтому, скажем, все впереди. Будем атаковать, будем смотреть, что получится. 1600. Традиционно лидирует пилот заводской команды «Ладо Спорт Роснефть» Дмитрий Воронов и его штурман Василий Кричевский. Вторую позицию занимает экипаж раллийной команды «Скобари» Сергей Алексеев и Сергей Пушкарь. Третий в этом классе Сергей Терентьев и Сергей Байкиния с отставанием почти 40 секунд от лидера. Давайте немного отвлечемся от накала борьбы и переместимся в одно интересное место. Проезжая от сервисного парка к началу спецучастков, можно увидеть у дороги вывеску «Музей Сета». В Печорском районе, в деревне Сегова, проживает часть этой народности. Сета являются малочисленной финно-угорской этнической группой. Постоянные контакты со славянами и кривичами привели к взаимопроникновению культур. Тесные переплетения православия и язычества, а сета были язычниками, породили самобытную культуру народности, найдя свое отражение в повседневной жизни и фольклоре. Музей-усадьба народа Сета – единственный в России музей малого финно-угорского народа Сета, сохранившего их уникальную материальную и духовную культуру. После первой секции автомобили отправляются в парк сервиса. Это время, чтобы починить, настроить и дозаправить автомобили. Некоторые экипажи, к сожалению, уже не смогут продолжить гонку. Раскололи дифференциал, корпус. В итоге доехали на веревке до сюда, сняли привода, домой доедем, будем что-то колдовать опять. Перестал работать бензонасос, вот и все. Дальше мы уже не можем стартовать. Здесь, прямо в парк сервис. То есть мы сюда доехали, а дальше уже, к сожалению, не получилось. Ремонтируется праворульная «Хонда Сивик» Александра Басманова. На третьем спецучастке экипаж испытывал технические трудности. Проблема была, что на третьем скоростном без одного цилиндра ехали. У нас свечка. Вот такая вот беда произошла. Электрод отвалился. Ну, мы рады, что он работает. Починили, а сейчас поедем дальше. Не спешит выезжать на старт экипаж раллийной команды «Скабари» Дмитрий Мячин и Александр Горланов. Дело в том, что после регруппинга позиция экипажа сильно опустилась. И стартовать им придется только в середине канала. Причиной этому более медленный автомобиль. Сама по себе трасса классная. Она очень быстрая. И это не совсем соотносится со скоростью данного автомобиля. Медленная машина, она все-таки немножко дисциплинирует в плане меньшего количества скольжений и прочих вещей. Но едем, в общем, очень хорошо, а результаты очень плохие. Вот и все. Но пытаемся отыгрывать свое в поворотах. И мне кажется, что в поворотах-то мы как раз едем, как положено. Автомобили отправляются на вторую секцию ралли. И первый спецучасток на второй секции называется «Псков Автодор». Это достаточно сложный участок, на котором уже не раз случались уборы. Так, например, в 2014 году Евгений Суховенко с Ярославом Федоровым на левом крутом повороте не смогли удержать автомобиль. Развилка. Возвращаемся к финалу Кубка России. Александр Басманов не желает мириться с результатами первой секции, ведь на первом и втором спецучастке он был в пятерке лидеров и только третий доп испортил результаты первой секции. Теперь самое время повысить темп и навязать борьбу лидерам зачетной группы 1600. Однако технические неполадки начинают проявляться снова. В начале четвертого спецучастка отключается переговорка, и штурману Вадиму Ардашеву приходится жестами направлять пилота. На крутом правом повороте загибает рычаг подвески, и машина уже начинает рулить не так, как хотелось бы экипажу. И на узкой части дороги сначала отключается переговорка, и на закрученном бугре машину подкидывает и... вылет. Экипаж финиширует на этом спецучастке, но продолжить гонку уже не сможет. Также безуспешно пытается навязать борьбу в группе 2000 и Сергей Сударев, занимая после первой секции пятую позицию в классе. С оставанием от лидера Евгения Суховенко на 35,8 секунд. Сергей атакует и в одном из поворотов вылетает с трассы. Так, все жилые? Да. Я ошибся или перебор, что-то случилось? Я ошибся. Поехали хорошо, вот этот дом, спецучасток, и все получалось, все ехалось быстро. Слишком быстро заехали в этот поворот. Да сложно, а пока видно только, что здесь все поломано, кузов помят. Ну, как говорят, все в мясо. На этом же повороте совершает ошибку экипаж на БМВ. Однако, в отличие от предыдущего экипажа, Иван Бессудно в последний момент решает намеренно уйти в поле, чтобы не перевернуть автомобиль. Однако, сильный удар от приземления в кювете отражается на подвеске. Погнутый рычаг и рулевая тяга оторвало стабилизатор. Автомобиль, конечно, едет, но уже не конкурентоспособен. Возникают проблемы и у лидера этой зачетной группы. Экипаж Евгения Суховенко неожиданно для всех болельщиков команды «Лада Спорт Роснефть» сдает карту на финише четвертого спецучастка. Все шансы на подиум сошли на нет. Досадный сход. После второй секции в группе 2000 лидирует Денис Растилов, его штурман Алексей Игнатов на «Пежо 208». И, внимание, после ряда сходов в группе на второе место вырывается Максим Белюков со штурманом Константином Александровым. Экипаж Максима вырывается вперед во многом благодаря ошибкам конкурентов. Помимо схода фаворита заводской команды «Лада» и Сергея Сударева на «Форд Фиеста», оформил сход Сергей Борисов, после первой секции занимавший четвертую позицию. «Прямо прыгай, прямо, 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 прямо. 250, выезжай. На финише допа пришлось оформить технический сход. Дмитрий Мячин и его штурман Александр Горланов в группе 2000 занимают пока лишь шестое место». Изменения и в абсолютном зачете. На пятом спецучастке сходит экипаж из Санкт-Петербурга Александра Осипова. Отказ коробки передач. Теперь Александру Рогозину нужно проехать минимум вторым, чтобы выиграть Кубок России. Экипаж Павла Щербакова плотно застолбил себе первое место и не собирается его так просто отдавать. Тут же очень желает выйти на подиум экипаж Александра Русанова. После второй секции московский экипаж на Субаро-Импреза занимает вторую позицию. Чуть больше трех секунд разделяет ижевский экипаж Александра Рогозина до заветного Кубка. Однако впереди третья секция, где все и решится. В 1600 наращивает преимущество экипаж Дмитрия Воронова и Василия Кричевского на «Лада Калина Спорт». На втором месте Сергей Алексеев и Сергей Пушкарь на «ВАЗ-2108». Правый 6 на левый 6. Замыкает тройку экипаж Павла Палкина и Петра Богачева на «Фольксваген Поло». К слову сказать, на финале Кубка России Пскове проходит и финал «Фольксваген Поло Кап». И в этот раз по сумме зачетных очков любой из участников может стать победителем Кубка Поло, заняв первое место на гонке. Сейчас у нас ситуация очень сложная, интригующая. Надо считать очки, потому что претендуют на победу теоретически пять экипажей. Мы, к счастью, уходим в их число, поэтому стараемся. Но здесь пока ничего не понятно. Нужно смотреть даже не столько результаты, кто сейчас выиграет, а у кого будет больше очков уже по сумме всех этапов. И здесь, конечно, сложный уже математический подсчет. Тем более ехать еще две трети гонки, и все может измениться. Пока ничего не ясно. Поэтому прогнозы, я думаю, строить не будем. Борьба идет, я думаю, что будет до последнего спецучастка, скорее всего. Нормально. Ралли непредсказуемая вещь. В тот раз мы сошли за полтора километра до финиша, поэтому сложно предугадывать. Едем хорошо, бодро. Перед стартом заключительной секции «Ралли Псков» перенесемся в зрительскую зону, которая была организована при поддержке главы Лавровской волости. Для зрителей здесь были организованы шашлыки, чай, все удобства и даже небольшой концерт между секциями. В этом году мы первый раз организовали сцену, организовали концерт, скосили траву для удобства, выпилили кустарник вдоль дороги, чтобы обзор был намного лучше. Есть самовар, есть шашлык, есть пирожки. То есть все, что нужно для отдыха, можно весь день отдыхать, спокойно наслаждаться ралли. Сейчас мы видим, что людей много, поэтому на будущий год будет еще больше и предпринимателей, и людей, и площадка будет лучше подготовлены. Начинается заключительная часть «Ралли Псков». Третья секция является повторением второй. Тот же коварный спецучасток «Псков Автодор», где было множество технических сходов. Ну и, конечно, классический, всеми любимый, доп «Железова». Зрители с нетерпением ждут старта экипажей. Сергей Алексеев, пилот раллийной команды «Скобари», сегодня выступает на автомобиле ВАЗ-2108. Как вы помните, на ралли «Девятьсот Озер» экипаж Сергея и его штурмана Александра Васильева вылетел с трассы, сильно повредив автомобиль. Сейчас «Форд Фиеста» находится в финальной стадии ремонта. Однако, чтобы не получить на финале сюрпризов, от не до конца подчиненной техники было решено ехать на отечественном автомобиле. Эта «восьмерка» подготовлена по классу 1600. И после второй секции Сергей уверенно занимает вторую строчку в своем зачетном классе. Ну, в общем-то, мы на эту гонку особых целей там никаких не ставим. Едем, получаем удовольствие, тренируем нового штурмана. Сильно бороться не будем, но постараемся удержать второе место. Ну, а первое место в группе 1600 с огромным отрывом от оппонентов занимает Дмитрий Воронов на «Ладо Калина». Дмитрий провел феноменальный сезон. Проехав в Кубке России шесть гонок, на всех он финишировал первым. Попутно объезжая более мощный класс 2000, а на «Якиме» финишировал первым и в абсолюте. И сегодня на финале Кубка России экипаж Дмитрия и Василия Кричевского продолжают триумфальную серию побед. Занимая в абсолютном зачете почетное для этого класса автомобиле место. В парке сервиса Дмитрий поделился с нами секретом своего успеха. Ну, так как у нас команда все-таки считается заводская, да, «Ладо Спорт» и я ее пилот, я всегда стараюсь поддерживать себя в тонусе. То есть даже если мы не ездим, вот мы зимние сезоны так мало выезжаем, я еду на других машинах, на своих, там, ну, стараюсь, что все время, как, ну, любой там профессиональный спортсмен, там, если он бегает, он должен часто бегать, если он плавает, то там в бассейн ходить. Тут я тоже выезжаю на маленькие спринты, на гонки, которые для меня, ну, там, ничего не значат, скажем, с точки зрения турнировных таблиц. И поэтому, там, если у меня получается, там, в году, там, в районе 15 гоночных выездов и еще несколько тренировок, то тогда получается вот так быстро ехать. Видимо, остальные чуть меньше уделяют времени этому, ну, и еще какие-то, может быть, свои способности. На финале ралли Псков решается судьба призовых мест в командном зачете. Большую надежду на подиум возлагает команда «Ралли-клуб». На самом деле борьба сейчас идет очень плотная для нас, для нас решается сейчас очень много. Мы можем быть в чемпионате, в Кубке России, как третий, как вторый, так и четвертый. Поэтому Псков для нас сейчас решает все, решающий этап. У нас это пробный сезон в этом году. Мы пробуем и в чемпионате России, и в Кубке России свои силы. Соответственно, сейчас у нас ориентировочно второе место, но прогнозы здесь не действуют. Гонка покажет, что будет. Все, надо дождаться финиша. Но не все гладко складывается у команды «Ралли-клуб» на финальном этапе. Не смог участвовать в соревновании фаворит команды Алексей Семенов, который мог бы привести в абсолюте очко в команде. Плюс на второй секции возникли проблемы с электрооборудованием у Степана Кондрашова. Экипажу Александра Зайцева на втором спецучастке пришлось остановиться и проверить техническое состояние автомобиля и досадный вылет на четвертом допе. Как итог, потеря драгоценного времени. Однако на последней секции ребята показывают хорошее пилотирование и удерживают командное третье место в Кубке России. Экипаж Павла Шишкина и Сергея Якименко после второй секции оказывается на третьем месте. Павел решает увеличить темп, но ресурсов техники не хватает, чтобы закончить гонку и финишировать в призак. Борьба была накаленная, шли все в секундах. Немножечко машинка подвела шаровую, оборвало. Случилось, что случилось. Не всегда только в силах экипажа что-то. Надо еще и следить. Все-таки. Но есть детали, за которыми не уследить за паршлой. Такая досадная мелочь, казалось бы. Вот такая вот маленькая шкачка решила исход гонки для нас. В группе 1600 уверенно наращивает преимущество экипаж заводской команды «Лада Спорт Роснефть» Дмитрий Воронов и Василий Кричевский. На втором месте, пожалуй, самый быстрый пилот Псковской области Сергей Алексеев. Перед последним спецучастком отрыв от ближайшего преследователя составляет 17 секунд. Это достаточно комфортное время, чтобы финишировать вторым, не допуская ошибок. Но проблемы начинаются уже на старте заключительного допа. Сергей получает фальстарт, и серебряный кубок может превратиться в бронзовый в любую секунду. Экипаж Алексеева и его штурмана Сергея Пушкаря показывает очень хорошую скорость на заключительном допе, но проблемы с электрикой вносят свои коррективы. «Лада Спорт Роснефть» «Надо как-то отъехать, как на старте ли?» «Поехало!» Потеря целой минуты времени опускает псковский экипаж на шестое место. «Просто ехала машина и остановилась. А что за техническая неполадка?» «Непонятно, что с ним произошло». «В классе 2000 Максим Беляков уверенно забирает победу». На втором месте Дмитрий Мячин и его штурман пскович Александр Горланов. «Крест левее, 24 правый, а 4 правый через крест». Замыкает тройку Виктор Леонтьев и Алексей Башмаков. Очень острая борьба развернулась в абсолютном зачете. Несмотря на то, что Григорий Трегубов сошел еще на первой секции, шанс победить в Кубке России у него сохраняется. И шанс этот может дать Александр Русанов на «Субару Импреза». За кулисами гонки Трегубов, наверное, готов был бы переставить моторы колеса на автомобиль Русанова, лишь бы «Субару» объехала Митсубиси Александра Рогозина. «Правый один, налевый три, круто, узко. Плюс правый три, поздний. Налевый один, круто. 40, трамплин, центр, финиш. И несмотря на то, что экипаж Русанова и его штурмана Алексея Селиванова показывают первое место в абсолютном зачете на заключительном спецучастке, по этапу гонки не хватает 4,7 секунды, чтобы объехать экипаж из Ижевска. 4,7 секунды – это цена победы. Это время, которое разделило первое и второе место в Кубке России по ралли в абсолютном зачете. У нас решалось все вплоть до последнего допа. Чего скрывать, очень часто и чемпионат, и Кубок выигрывает не самый быстрый пилот, а самый, скажем, надежный. Всякие технические виды спорта подразумевают три составляющие – везение-талант, подготовка автомобиля и опыт-накат. Это три составляющие должны сыграть. С одним хорошим автомобилем не победишь, с везением не победишь, с талантом не победишь. Вот как-то три надо сложить, и тогда что-то может получиться. Для меня одна из самых ярких, наверное, гонок, когда мы бились за эти секунды. Но так получилось, что Кубок наш, и теперь мы его уже никому не отдадим. Бились до последнего, честно скажу. Пытались выжать максимум из машины, но на седьмом-восьмом спецучастке своим лучшим временам по первому прохождению проиграли по две секунды. Хотя я все выжил, что можно было из машины. Не получилось, к сожалению, вторую позицию отдали. Но крайне слу выиграли. Ну, гонка, в принципе, я в ралли Псков еду уже, не помню, какой там, то ли четвертый, то ли пятый раз. Ну, и мне всегда эта гонка нравилась именно тем, что она скоростная, что у нее очень всегда одинаковое ровное покрытие. То, что у нее, ну, как бы, не сказать, не самая сложная конфигурация, но она именно, очень располагает именно к точности, именно руления, к длительным скольжениям, как бы, ну, такой, может, и к агрессивной, скажем так, манере управления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и заканчивается ралли Псков. Финалом Кубка России закрывается раллийный сезон в России в этом году. Для раллийной команды Скобари сезон не выдался удачным. Две крыши у Сергея Алексеева и три технических схода у Дениса Баулина. Однако можно выделить и положительные тенденции. Раллист Максим Павлов под чутким руководством инструктора Александра Вязьминского набирает обороты. И если сравнить с началом сезона, сейчас Максим едет намного быстрее. У нас все финиши. Вот. Конечно, да, мы не рвемся на подиум, но на этот год задачу мы такой и не ставили. Вот. Мы ее и придерживаемся. Так что мы на правильном пути. Максим растет. Скорость поднимаем. Мы пытаемся атаковать. Где можем, навязываем борьбу. Где пока не можем, стараемся следовать правилу лучшего врага хорошего. Стараемся стабильно ехать, показывать максимум возможного на данном этапе. Значительно прибавил скорости и экипаж из Великих Лук. Вячеслава Супруна и Олега Стебнюка. У нас первичная задача, это, конечно же, только финиш. Потому что для нас это третья гонка в сезоне, вообще третья гонка такого класса. В общем, в моей жизни, да и в нашем экипаже тоже. Задачи мы, в принципе, выполняем. Ну что же, мы заканчиваем наш репортаж. Хотим пригласить всех спортсменов и болельщиков на псковские этапы ралли в следующем году. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!